всем привет с вами назар мы продолжаем нашу игру за оман европа универсалис 4 итак в нашей с предыдущей серии мы мы что мы сделали мы получили вот эту провинцию а также начали колонизации вот этих двух провинций здесь у нас очень много артиллерии вижу пусть будет ничего страшного нам доступна идея дипломатически дипломатическая но мы собираем на технологию хорошо у нас можно отправить нашего священника в другую строю другую провинцию для обращения давайте куда же мы его направим думаю в ливию вот здесь ливия появится советник типа военный инженер либо же вот эта защита крепости в провинции таджура плюс 25 процентов конечно оставим не возьмем этот вариант это этот модификатор будет действовать всегда только советник рано или поздно умрет давайте отправим давайте в таджуру или в ливию давайте в ливию отправим нашего миссионера пусть работает мы тем временем поднялись на четвертое место в общем зачете так где у нас здесь восстание давайте возьмем сюда подкрепление и направим их для атаки вот этих повстанцев хорошо мы разбили повстанцев и направляем назад наши войска прекрасные статуи это достояние всего человечества престиж на 50 процентов либо что же отличные статуи продать ее престиж плюс 5 процентов и казна конечно берем престиж плюс 100 теперь у нас очень хороший хороший показатель увеличивает как видите много показателей других итак наша колония понесла урон так давайте переформируем наши армии так и отправим сюда также отправим сразу сразу нашего колониста я думал насчет новой идеи и я склоняюсь больше всего к идее наступательной военной почему именно к ней потому что мне кажется она самая сбалансированная среди военных идей тут есть и очень хорошие бонусы к нашим полководцам вот на маневре нас превосходство потому что еще огневая мощь и мощи натиска также здесь есть увеличение количества рекрута в 25 процентов престиж увеличивается в два раза лимит армии плюс 25 процентов на чверть увеличим это очень хорошая штука дисциплина плюс 10 процентов также мы получим возможность совершать форсированный марш то есть если нам нужно будет например перевести быстро армию вот пример эту перевести вот сюда карбалу через целый скажем так полуостров или например с нашей столичной провинции перевести вот пусть эти пушки например сюда то на ускоренном марше они это сделают намного быстрее а тем временем мы давайте примем новую идею точнее не идею а технологию она нам позволит строить галлионы и ранее фрегаты этим мы сейчас и займемся но тем временем я кстати не показал вам это перед запуском перед записью игры я начал строить вот эти армии 7 дивизий или полков назовем полки скорее всего дивизии это больше к современным армиям определяется и я их построил потому что у нас был лимит хороший но напомню этот лимит нам еще и увеличивает советник вот лимит армии плюс 10 процентов конечно немного парочку полков можно еще кстати заказать но мы это сделаем попозже так здесь у нас сформирована армия 12 4 3 нам кстати сейчас выпал неплохой ивент на минус 5 процентов к стоимости больших кораблей и фрегатов давайте мы этим воспользуемся и закажем себе флот 1 2 3 кстати сколько у нас есть сейчас есть 6 и 4 давайте и так же закажем фрегатов 15 монет дешевые вот такая будет у нас постройка флота как когда-то делал петр первый первый русский царь или император правильнее сказать о нем не знаю как точно но он именно свое правление начало с постройки хорошего флота с помощью которого потом воевал со шведами и с турками давайте давайте принимаем административную технологию можно строить текстильную мануфактуру отлично разбор разбор налогов провинции и базовый налог живал шамаре увеличится на 1 так этот флот что он тут делает патрулируйка давай нам неоденский или стоп ну да Одинский залив что он сюда аж заплыл думал он только у берегов будет действовать но он заплыл так далеко тузенцы атакуют вот один из дипломатов наших бездействует точнее не один а все и давайте может сфабрикуем претензию на провинцию нет давайте не будем я хочу объявить войну в Суахиле смотрим на дипломатическую карту здесь у нас есть нужно три провинции претензии пока что хватит давайте лучше отправим к персам а персия кстати воюет или не воюет да воюет с великими моголами с ними вижу многие страны воюют и казахи и пенджаб смрикуем на провинцию хор хор мус этот участок здесь небольшой участок суши в реальной истории также принадлежал амману ну точнее не участок суши а несколько городов на персидском берегу принадлежали к аманской торговой империи так что думаю война с персами будет оправдана скажем так оправдана историческими историей уменьшится увеличится и что ж давайте будем принимать идею военную на наступление хорошо приняли собираем военные очки так что нам тут предлагают местные торговые влияния плюс 10 доход от налогов и число рекрутов Дела Гоя Бэй даже не знаю где это провинции плохо что нет такой кнопочки которая бы нас переносила к этой провинции и показывала что там нам предлагают наверное где-то в Африке да Дела Гоя Бэй ну давайте увеличим налоги плюс 10% а также нам нужно что-то построить вот кстати заказались наши кораблики торговые фрегат направляем фрегаты пока что сюда а потом их объединив флот направим вот сюда в торговый центр Цейлон у нас тут есть купец который перенаправляет торговые влияния к нам домой давайте давайте что же сделать ага нам нужно что-то построить денег много насобиралось сейчас давайте построим текстильную мануфактуру плюс 2 дает поместье также плюс 2 морская также плюс 2 плантации вот плантации дают побольше плюс 4 вот так а также давайте обычные здания будем строить храм начнем с храма хорошо строим также сюда храм также что у нас там по укреплениям посмотрим давайте здесь построим африке также прибрежных наших провинциях так четвертый уровень построим давайте здесь и здесь док кстати какие у нас тут есть военно-морские здания так строим наших центральных провинциях можно строить конечно без разбора все равно эти здания нам будут полезны вернулся дипломат земцы атакуют революция земледелие потратите на увеличение армии здесь на пару месяцев давайте возьмем лучше вот второе повесить налоги вот пока что так остановимся с постройкой зданий и давайте закажем парочку девиз полков мусульманской мушкетной кавалерии тем временем у нас построились фрегаты объединяем и отправляем их патрулировать целом можно еще построить у нас лимит флота большой а фрегаты фрегаты нам будут полезны вот так продолжаем нашу игру скоро здесь закончится национализация провинции еще немного осталось сунда увеличилось количество здесь иммигрантов точнее не иммигрантов а поселенцев хорошо так я на секунду прерву запись сейчас вернусь итак я снова с вами снимаем с паузы и мы хотели кстати повоевать сухили давайте переведем сюда войско отлично мы выполняли задание и национализировали эту провинцию что нам дальше делать давайте принимаем провинцию это демок вот здесь провинция это еще немного осталось а также у нас здесь есть исследователь я про него конечно как всегда забыл давайте направим куда-то сюда к северным берегам австралии открыл нам немножко территории так прям еще сюда вот новая гвинея открылась а акт агрессии против неверных принимаем увеличение нашего вот кстати видим здесь уже испанцев ничего себе не 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 так продвинулись продолжаем наше путешествие по новым неизведанным краям а теперь нужно уже возвращаться домой то новые неизведанные края станут для нас могилой в Австралии вот здесь есть одна провинция и еще вот здесь есть несколько провинций это нужно будет уже в другой раз исследовать а тем временем смотрим у нас опять достроились фрегаты так галеон сюда фрегат сюда две дивизии полка два полка кавалерии вот сюда направляем так галеон столицу опять столицу и фрегат сюда также нужно что-то давайте еще построим здесь церквушку точнее не церковку а мечеть мы же мусульмане доходы на налогу провинции плюс 20 процентов очень очень малый здесь вижу бонус офис разведслужбы можно построить товару произведено плюс 20 процентов военный городок число рекорда принцип плюс 20 процентов давайте построим снимаем с паузы так давайте глянем как изменилось у нас вот видим уже стало 12 процентов хорошо в ливии стало нашей нашей веры отправляем в таджуру также в ливии давайте будем менять культуру на нашу бедуинскую здесь еще поменяем и вот здесь флот наш отправим сюда соединим с этим нашим флотом и давайте вернем боевые корабли большие ближе к нашим территориальным водам центральным чтобы те могли помочь в случае войны со хили так флот убежал от нас подождем его вот словили момент объединяем сейчас должно еще вырасти до 18 процентов стало отлично самостоятельность колонии задание выполнено хорошо сделаем здесь корку также давайте выберем укрепить провинцию демок рекруты плюс 26 и традиции плюс 1 что там кстати у нас по военных традициях где же их смотреть вот 24 морские 20 мало 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 давайте здесь уберем нашего правителя с поста командующего в эту армию хорошо и попробуем еще нет еще фрегаты у нас тут есть нужно будет их переправить объединить военный флот 10 кораблей так усохили здесь 11 торговых фрегаты объединим также направим давайте в целом и попробуем объявить войну торговый спор продемонстрирует военное происходство давайте давайте будем за провинцию магадишу воевать объявляем войну смотрим кто к ним присоединился вроде никого в выводим боевой флот и будем блокировать вражеский флот самостоятельность колонии отлично хорошо нам доступны два колониста отправляем сюда здесь 7000 врагов наших отправим сюда нашу армию второй колонист вот видим парочка колонии еще открылась здесь кто 500 человек давайте австралию направим сначала нужно переправить туда наши войска хорошо хорошо отправляем давайте сразу пока он прибудет туда и войска успеют перейдем к нашей военной силе возьмем армию оставим осадный корпус а сами продвинемся вперед здесь также можно оставить осадный корпус хорошо поменялась культура в провинциях опять оставляем корпус 10000 ну наконец-то они остановились буду сражаться идет сражение смотрим победа ничего странного у сомали очень низкий уровень развития военной технологии так риск восстания минус 3 эффективность миссионера доход от налогов изменение престижа берем на миссионера еще еще улучшим эффективность так смотрим сюда ух тут пошло очень большое строе потеря ясно так и побыстричку отправляем наш флот назад здесь здесь мы будем строить развивать военную военно-морскую базу умер наш исследователь ну он нам принес немало добра конечно конечно не так как предыдущий ух вот здесь вижу ух или перешли в наступление юридический исследователь исследования они нужны нам участие минус двадцать пять увеличится на двадцать пять давайте увеличим испания просит проход войск отклоняем не люблю испанцев алжир отклоняем мы с ними воевали с московией согласимся ясно посмотрим что там за война такая идет со смазкой империи о с кем османы воюют византия из московии может помочь московскому княжеству но сначала нужно посмотреть что тут у нас сулхили намечается триполи с кем воюют они воюют на стороне османов испанцы испанцы уже не воюют но и национальные провинции димак строим крепость так так здесь завершилась осада переходим дальше еще ух ух тут мы наткнулись на большую армию попробуем помочь нашим войскам но мы и так победили очередная осада завершена новая национальная провинция сунда доступна идея опять таки исследовательская доход из морских принципов 10 процентов казасбели против язычников интересно кто выступает в роли язычников не знаю где это посмотреть не знаю индуизм это язычники для нас или нет нужно будет поискать на форуме этот вопрос так что нам что я хотел посмотреть на технологию следующую ну она может подождать немного давайте возьмем уже исследовательскую полностью заполним а также у нас появился один купец доступный так как мы достигли здесь полностью всех османских аманских идей сожжение книг уменьшится увеличится хорошо давайте посмотрим на торговую карту куда нам направить торговца можно направить вот сюда в Занзибар чтобы он собирал здесь торговлю купец аман обладает 28 мощи в этом узле ну ее же мы и так собираем или вроде не направлял сюда купца но он как бы есть как бы есть здесь например тоже есть ну он я не знаю собирает ли он в таком случае или не собирает что он вообще делает ну давайте направим сюда на получение на получение прибыли у нас тут 48 процентов торгового влияния и смотрим на войну так скоро здесь выйдет весь флот сулухильский так золото выполнили миссию достичь религиозного единства провинция довара здесь пока что не будем выбирать так как не очень то хорошие у нас возможности отправляем в берберу где это вот здесь зейла и хаут зейла здесь а хаут вот здесь ну давайте в зейлу отправим нашего миссионера еще сюда где наш флот тут вижу барки направим его вот сюда пусть он поможет нашему главному флоту в противостоянии с ухильским так сейчас он выйдет не хочу пропускать это сражение вот оно началось боевой дух слабенький мы захватили два корабля посмотрим какие вот два барка куда они прописались в боевой флот давайте переформируем вот так так объединяем и направляем опять кстати если флот здесь не патрулирует сколько у нас а у нас так тогда 55 только флот отправляйся на патрулирование а аденский залив а боевой флот вправе вот сюда сейчас скоро будет еще одно сражение так завершились здесь все осады направляем войско не захватили ни одного корабля флот пусть пока что стоит нет так здесь видим восстание началось снимем этот корпус очередное сражение победа получили еще один кораблик вот а здесь уже вижу боевые корабли и они выходят сражаться с нами но так же проигрывают и мы захватываем еще один корабль стоим пока ждем барки конечно старые уже корабли но можно будет их так же использовать либо распустить кстати можно уже принимать мир суахили придем дипломатию предложим мир что мы берем мы берем так кирилл не хочу хочу магадишу взять и вот эту провинцию пока что хватит новые державы так они не хотят передача торговые торгового влияния лигию не хотят менять денег тоже не дадут давайте отправляем требования они принимают его забираем войска свои также боевые корабли отводим на ремонт здесь сразу сразу уже начинаем национализация провинций сохили вступила против нас военную коалицию туземцы атакуют зит монтендо города вот это мне нравится вернулся дипломат еще немножко осталось и здесь половина пути пройдена национальная идея военная мощный натиск командующих плюс 1 что по технологиям нет давайте будем собирать все же на технологию плюс 4 только давайте ну поменяем возможно содержание армии возьмем или дисциплина плюс 5 26 месяц глянем на прибыль прибыль 52 помогаем бедным давайте возьмем этого советника он даст плюс 3 очка вот теперь уже 6 ну хорошо вроде как все идет у нас хорошо торговый флот работает кстати что там по лимитам а лимит у нас большой построим храм или не построим нет не построим здесь но построим вот здесь док торговое влияние увеличится вот пока что будет вот так кстати москве я раздает люлей турками и крымским татарам там еще и астрахань подключилась вижу давайте глянем на на армии мировых мировых держав стоп что-то не так показывается вот польши 96000 ё-моё и османская империя 64000 московья 40000 и у нас 40000 но московья уже нет рекрутов что не знаю чем эта война закончится тем более они вроде как побеждают ну не знаю меньше с тем давайте на этом будем заканчивать эту серию всем спасибо что смотрели меня если понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки всем спасибо с вами был Назар всем пока